Конечно, погода у нас не сильно хорошая, но тем не менее, и в такую погоду мы вам должны говорить о том, что то, чем вы занимаетесь, это не есть правильным. Потому что, вот посмотрите на меня, да, я тем же самыми вещами занимался, но все это дело в прошлом. Конечно, были у меня и различные товарищи, и различные методы, но тем не менее, то, чем мы сегодня занимаемся, и то, чем занимается здесь, на Ленина 9, Шакуров Адзакирович. Во-первых, он работает и работает качественно. Во-вторых, это результат. И мы сегодня вам покажем тех людей, которых он восстановил и показал, как это все делается. Конечно, надо понять, как это делается, и правильнее фактор. Тот, кто болеет за вас, болеет за правильную участь человека, он и сам может рассказать, как это делается. И даже невзирая на то, что эфир нас ограничивает, мы дали ему такую возможность. Ко мне на динамическое наблюдение подошел мой бывший пациент. Бывший, потому что теперь он пришел уже для того, чтобы в динамике, то есть вот в этом наблюдении, которое обязательно для медицины, я провожу это наблюдение через некоторое время, ну, чаще всего через годы. Мой пациент, Игорь Пучков, он лечился в то время, когда первый раз ко мне пришел от алкогольной зависимости. А сегодня он пришел для того, чтобы я провел контроль за его состоянием здоровья. Это принято, это обязательно, у нас это закон. Итак, уважаемый Игорь, скажите, пожалуйста, вот когда вы начинали выпивать спиртное, у вас одна была, наверное, доза, а по прошествии уже опленного стажа, так называемого пятийного стажа, какая доза была, и сколько вы, и что выпивали, и сколько вы уже последние, вот, так я понял, по анамнезу, у вас были уже запойные формы опьянения, то есть вы приподряд несколько дней выпивали. Так вот скажите, по сколько дней получались последние выпивки ваши, и сколько чего вы могли за сутки выпить, перед тем, как прийти ко мне на лечение, впервые? Я ходил на лечение, ставили мне укол, вот, ходил к бабушке, вот, но мне это не помогло, вот. Потом, после вашего лечения, я уже не пью 12 лет, а суточные дозы спиртного у меня были по 4 бутылки водки в сутки, а запой длился от 2, 2,5 до 3 недель. Это считается запой уже длительный. Поэтому сегодня я смотрю изменения, которые произошли у моего пациента за прошедшие 12 лет после проведенного курса противоалкогольного лечения. Смотрим, голову не двигаем, двигаем и следим только глазами. Замечательно. Сейчас у него тех изменений, которые бывают у людей, пьющих, тем более запойно, у них бывают движения мелкие, которые говорят о том, что в наличности, то есть по существу, в организме много алкогольсовережимого вещества. Ну, люди могут пить и от малых градусов, если много пьют, это пивные алкоголики. А бывает от вина, некоторые любители вина, а некоторые предпочитают водку или пиво с водкой. У них термин специальность, у пьющих, это то, что они пьют вот это вот, ну, комбинация, термины у них свои имеются. Поэтому, ну, вначале славу начинают, а переходят на самое крепкое потомство, потому что славы уже не действуют. Так, хорошо. Сейчас, пожалуйста, сейчас, пожалуйста, так, язычок высуньте, да, и до подбородка, и скажите звук «А». Так, прекрасно. Ну, язык теперь чистый, это, а язык это зеркало желудка. То есть, все, что в желудке изменяется, здесь тропин желудок выжигается, здесь желудок с снижением кислотности, что приводит потом уже к нарушению у человека его здоровья, а то, что питание совершенно у человека изменяется в сторону нарушения. Как я выяснился нам назад, после моих вопросов мне стало понятным, что сейчас отношения в семье между супругами у них нормализовались, отношения с их ребенком, вот, сыном сейчас прекрасные. То есть, и отношения на работе у него очень сейчас хорошие. Вот, он очень сейчас уважаемый сотрудник на своем производстве. Сейчас у меня схема проекционной зоны организма по радужной оболочке любого человека. Это как у здорового человека, а в процессе наблюдения я выявляю синдромы, указывающие достоверно, абсолютно, какие отклонения у данного пациента имеются от его родителей, то есть это заболевание, отклонение, которое дают родители. То есть, это называется соматический диагноз. И диагноз психический. Основаны здесь все эти данные у человека. То есть, здесь имеется все, что дали предки. То есть, диагноз генетический здесь. И тот, который имеется на сегодняшний день у конкретного пациента. То есть, это его достижение. Ну, это в разных смыслах можно сказать. Вот, в хороших или не очень хороших. Его достижение по состоянию здоровья заберет его сознательной жизни. Сейчас я смотрю и проверяю в динамике по прошествии многих лет. Сколько лет назад вы у меня были на лечении? Я у вас был последний раз на лечении 15 лет назад. 15 лет назад. До этого он прошел лечение по поводу топового курения. Сейчас я смотрю. Правую глазницу ставим сюда. Хорошо. Голову прямо. Зад открытый. Забратье. Оба глаза открыты. Тогда я все вижу. Все синдромы я должен увидеть для того, чтобы дать сейчас улучшающее ваше здоровье, укрепляющее дополнительное лечение. Так, хорошо. Хорошо. Так, ну, сейчас достаточно хорошо видно то, что у вас сейчас с области головного мозга сошли все те, которые были нервные кольца, говорящие о нарушении головного мозга в результате интоксикации табачными токсинами. Канцерогенов там 8 и других веществ следовитого действия до 79 сейчас найдено. На правом глазу я сейчас вижу правую часть вашего тела, правое полушарие мозга, а затем уже область органов чувств и слуха и зрения. Так, там благополучно. Я сейчас смотрю на область уже легких. Они чистые. А тогда у вас был бронхит курильщика и бронхит есть бронхит. Там были изменения органические. Теперь этих изменений уже совершенно не стало. Зона сердца видно и область сердца сейчас, сектор сердца, говорит о том, что мышца сердца питается полноценно и уже дистрофии мышца сердца, токсина табака сейчас никаких не стало. Я рад за моего пациента. Вы, естественно, курили, да? Вот. Что сейчас и как жизнь-то поменялась? А тем более, знаешь, что сейчас сигареты стоят, ну, таких космических денег. Ну, жизнь поменялась в лучшую сторону. Во-первых, я стал все лучше чувствовать, намного лучше стал чувствовать. Более чистое дыхание стало. Улучшился сон, нормализовался. Как это ни странно, ушел лишний вес. Также с тем, что ушел лишний вес, ушли проблемы сердечно-сосудистой системы. По сути, изменилось многое. Нормализовался сон, давление. То есть ушла проблема сердечно-сосудистой системы. Нормализовался у меня отживудочный кишечный тракт. Также у меня был бронхит. Я чувствовал, что у меня был бронхит курищиков. Было тяжело дышать. По прошествии 15 лет, как бы, я об этом вспоминаю. Ну, как оно можно сказать правильно-то? Да, как будто это было не со мной. Кому надо сказать спасибо огромное? Огромное спасибо Фату Закировичу за то, что он помог избавиться мне от всех этих проблем. Спасибо вам большое. Если бы не вы, я даже не знаю, что бы сейчас со мной было бы. Дело в том, что я посвятил изучению болезней зависимости. Это адиктология болезней зависимости, алкоголизм, наркомания, это игромания, это спайс, это болезни зависимости от интернета. Америка стоит этим, не может лечить. Мировая медицина мне позволяет лечить этих людей. То есть я обучался в Китае, Тибете, Индии, Северной Африке на небольшом медицине, который опыт в судах раз больше, чем в нашей советской медицине, который в 95-17-го года, всего. Поэтому наших ученых не пускают за рубежом даже. Потому что у них мало сведений, мало знаний по медицине, мировой, который я постиг. И поэтому, когда я представил мой научный труд, монографию, а до этого мою диссертацию, то в президиуме высшей ассоциационной комиссии в ВАГе, это главный орган нашей медицинской академии и России, там сказали, уважаемый доктор, мы давно ждали такого труда, наконец мы это увидели. Мы вам очень благодарны, признательны, и мы признали на ученом совете, на президиуме высшей ассоциационной комиссии ВАГа, Медицинской академии России и России, ваши исследования в зарубежных странах и в сравнении с нашими, это открытия, значимые, весомые, которые дают эффективность в 6 раз выше, чем в нашей советской медицине. Да, много. И да, по сути, вы выбираете правила. Здесь лечат, они втирают мозги. У нас вообще втиратели почему-то пользуются рекламой. Но по сути, кто лечит? А их немного, и они работают. Вот только надо понять, как они это делают. И вот мы сюда приходим и говорим о том, что здесь вам дают нормальную жизнь. После того, как вы излечиваетесь от никотиновой или алкогольной зависимости, а жизнь становится гораздо лучше. Поверьте мне, я тоже знаю, такой толк в этой жизни.